Всем привет и добро пожаловать в игру Dead by the Light в Храм Тайн, где произошло очередное обновление навыков и на этой неделе доступны следующие навыки. Для выживших туз в рукаве, навык Ace of Insconte и ясновиднее навык Микаэла Рид. А для манов доступны порча колыбельной охотницы, навык охотница собственно и чуткий слух, навык Ghostface. Ну, сразу оговоримся, что охотница стандартный персонаж, Ace открывается за радужные осколки, Микаэла, если я правильно помню, тоже открывается за радужные осколки, а вот Ghost, по-моему, покупается за денежку, за реальную, либо открывается за золотые клетки, то есть, грубо говоря, является платным персонажем, охотница является стандартным бесплатным персонажем и Ace и Микаэла условно бесплатные персонажи, потому что, в принципе, открываются за радужные осколки, то есть, денег на них не надо никаких тратить, но в комплекте изначально они, конечно же, не идут. Давайте, наверное, пробежимся сначала по навыкам манов, а потом уже перейдем к навыкам выживших. Порча колыбельной охотницы очень редкий навык охотницы. Порча, черпающая свою силу из отчаяния. Вы напеваете навязчивую мелодию ужаса, которая паутит мысли жертвы. Выжившие получают штраф 6% к прогрессу при лечении или починке, если проваливают проверку реакции. Каждый раз, когда выживший попадает на крюк, силы колыбельной охотницы возрастают. Это сказывается на предупреждении о проверках реакции при лечении и починке. От 1 до 4 жетонов время между проверками реакции и предупреждающим у них звуком сокращается 5 жетонов, нет предупреждений при проверке реакции. То есть, грубо говоря, на самом деле, если вы настакаете 5 жетонов, что, в принципе, с одной стороны легко, с другой стороны довольно-таки трудно. Все зависит от карты, от сурвов и очень многое зависит от того, где заспавнилась ваша порча. То есть, на каком тотеме, рядом с сурвами, например, в начале матча или где-то в скрытном месте, где трудно найти ее. Вот, то, ну, например, вдалеке где-то от гиенов и так далее. То, в принципе, тогда вам повезло и вы, скорее всего, настакаете этот навык и будете бегать, а сурвы будут хлопать постоянно гены. Это будет прикольно, но чаще всего сурвы находят очень быстро вашу порчу, сносят ее и, в принципе, она долго не живет. Обычно там 1-2 жетона накопилось и все, и до свидания. Иногда это все работает, если у вас есть, например, двойная порча, я не помню, как она называется, порча не смерть, по-моему, или как-то еще, мора, если я правильно помню. То, вместе с ней, если выжившие, например, нашли один тотем какой-то, разрушили, или, например, эту порчу нашли, то эта порча переносится на тот тотем. Соответственно, получается, грубо говоря, они сломали один тотем, а вы раз и восстановили, и все хорошо, и продолжаете стакать ее. То есть, в этом плане здорово. Или, если у вас есть пентимента, тоже восстановили тотем, и опять все здорово, у вас продолжает стакаться порча, то есть, все здорово, все хорошо. Соответственно, в таком случае, в принципе, неважно, где он заспавнился, этот тотем, может быть, даже если на явном видном месте, то даже вам хорошо, потому что вы периодически просто пробегая мимо него, его восстанавливаете. Поэтому, очень-очень своеобразный, скажем так, очень ситуативный навык, но, в принципе, очень неплохой, потому что против, ну, даже против новичков, то есть, не только против новичков, а даже против бывалых игроков, когда без предупреждающего сигнала начинается проверка реакции, любой игрок может ее провалить. Поэтому, особенно если она начинается в начале, а не где-то там в середине или в конце, то есть, когда она в конце идет, да, ее сложно провалить, всегда успеваешь. А вот, если она начинается в начале, тогда провалить вообще на раз. Поэтому, на мой взгляд, в принципе, сама по себе, сам по себе навык интересный. Покупать его смысла, конечно же, нету, но сам по себе навык интересный. Что же касается второго навыка, который у нас представлен на этой неделе, навык «Чуткий слух», навык «Гостфейса». Ваши органы чувств обострелись в темных владениях сущностей, разблокируют возможности чтения аур. Вы видите ауру любого выжившего, совершающего резкие действия на расстоянии 48 метров от вас. Действует 6 секунд, «Чуткий слух» срабатывает только раз в 50 секунд. То есть, грубо говоря, вам открываются все ауры, когда выживший прыгает, например, проваливает проверку реакции, перепрыгивает через доски, перепрыгивает через оконный проем, прыгает с большой высоты и так далее. Или начинает просто бежать. То есть, грубо говоря, любые резкие движения вам открывают ауры выживших, если они находятся в радиусе действия вашего навыка. Вот и все, ничего такого. Иногда это полезно, иногда это бесполезно, особенно если выжившие постоянно крадутся, если у них есть городской бег, они постоянно там на корочках лазают. Либо они постоянно ходят и, грубо говоря, вообще просекли вашу фешку и перестают бегать. Тогда, скорее всего, навык становится бесполезным, и вы просто постоянно ищете, крадетесь, ищете выживших, потому что они уже просекли то, что у вас есть чуткий слух, и начинают аккуратничать. Поэтому, в принципе, навык, опять-таки, как любой другой навык, ситуативный, и в какой-то момент срабатывает, показывает вам, выдает выживших, а потом уже только если смелые выжившие, которые хорошо бегают, остаются, тогда да, то есть вы периодически их видите, но, опять-таки, навык пока работает, вы их видите, а потом навык перестает работать, вы перестаете видеть ауры, соответственно, навык перезаряжается, если они делают крестские движения, опять срабатывает. То есть, ну, такая вот круговерть, соответственно, получается, навык, в принципе, дает вам какую-то небольшую информацию полезную, а потом вы опять можете сурово потерять. Поэтому все зависит от вашего скилла, если у вас... Ну и плюс, опять же, от связки навыков, с которым вы играете, и против команды, против которой вы играете, то есть от команды тоже все зависит. Ну, опять-таки, навык такой 50 на 50, то есть, ну, кому-то в связке очень хорошо помогает, кому-то вообще не помогает абсолютно никак, поэтому тут зависит, я говорю, от вашего скилла, от вашего маньяка, на котором вы играете, и, собственно, от связки навыков, с которым вы играете. Если маньяк быстрый, то вполне возможно себе даже будет очень неплохо, потому что, ну, вы быстро передвигаетесь, а сервис, соответственно, как бы не знают, вы там рядом, не рядом, и могут там совершить резкое движение и выдать себя. Ну что ж, ладно, на этом, на мой взгляд, всё по навыкам манов, потому что, ну, в любом случае рассказывать очень сложно. Навыки комбинируются с различными другими навыками, и когда вы их комбинируете, они могут очень неплохо себя показывать. Когда вы просто, ну, как бы рассказываете про один из навыков, ну, про него ничего особо толком не расскажешь. То есть можно какие-то вот привести примеры, и не более того. Всё это познаётся в сравнении, когда вы собираете какую-то связку. Так, ну что ж, что касается навыков выживших, покупать, ну, если у вас нету, и вы не открыли этих персонажей, тогда, наверное, стоит. Вот этот навык точно не стоит ясновидней покупать, а туз в рукаве, ну, иногда интересен. Давайте начнём с ясновидней, на мой взгляд, бесполезный навык абсолютно, я вообще не встречаю его, чтобы с ним кто-то играл. В вас, то есть навык Микаэла Рид, в вас струится особая энергия, позволяющая заглядывать за пределы обычного зрения. Ясновидней активируется с каждым очищенным вами тотемом, не держа ничего в руках, зажмите кнопку способности, чтобы раскрыть свой потенциал к чтению аур. Вы можете делать это в течение 10 секунд. Вы будете видеть ауры рычагов ворот, генераторов, крюков, сундуков и люка в пределах 64 метров. То есть, грубо говоря, сломали тотем, открылось ясновиднее, и если вы остались одним из последних, например, можете люк посмотреть, где находится. Причём тут метраж, да, радиус действия больше, чем у Билла, когда он оставленный позади, или как-то ещё он называется, когда вы можете видеть люк, по-моему, в пределах 48 метров, если не ошибаюсь. Вот, то есть, здесь получается, ну, тут есть условие, вы должны тотем очистить. Соответственно, пока вы очищаете тотем, ман уже может и люк найти. Но, с другой стороны, если вы, например, очистили тотем, и у вас есть этот навык, вы его ещё не использовали, он активен, вы можете, конечно же, вот, если вы заныкались и остались один-единственные на карте, можете воспользоваться для поиска люка. Особенно, если вы где-нибудь в центре заныкались, то большая-большая вероятность того, что вы его найдёте. Ну, не факт, что ман не закроет его раньше, конечно же. Вот, поэтому навык, на мой взгляд, вообще, ну, такой себе, то есть, открыть, увидеть, где ворота находятся, ну, иногда может быть полезно, там, иногда бегаешь, ищешь эти ворота. Иногда полезно, конечно, увидеть, где эти ворота находятся, но лучше тогда другой навык, навык Квентина, там, проснись или чего-то ещё. Вот, поэтому, на мой взгляд, навык Квентина вообще бесполезный, и, честно сказать, вот я вообще не встречаю игроков, кто с ним играет. Ну, не знаю. Может быть, кто-то всё-таки играет. Ладно, там причём генераторы, ворота, крюки, сундуки и люк. Вы не видите тотем, в тотем вы должны искать. Поэтому, ну, не знаю, такое себе. Что же касается навыка Туз в рукаве, навык Эйс Висконти. Госпожа Удача всегда подкидывает вам что-нибудь хорошее на пути. При извлечении предмета из сундука есть стопроцентный шанс того, что на нём будет очень редкое или менее редкое улучшение, шанс 50% наткнуться на необычное улучшение или менее редкое. При побеге вы сохраняете все улучшения своего предмета. Ну, класс, то есть, вы, грубо говоря, получаете предмет, плюс все его улучшения, все аддончики, все они остаются на этом предмете, и вы с ним, если вы убегаете, убегаете с этим предметом, со всеми его улучшениями и аддонами. Плюс, ну, как бы этот навык можно использовать сам по себе, а можно использовать в комбинации, например, как я уже многократно говорил, с навыком Элладиракота, изучение, если я правильно помню, когда вы можете обыскать сундук после того, как кто-то его открыл, уже извлёк какой-то предмет, вы можете обыскать сундук и также найти, собственно, вытащить какой-то интересный предмет с улучшениями. Вот, поэтому в комбинации с навыком Элладиракота это становится совсем интересным, потому что вы, грубо говоря, из сундука извлекаете два классных предмета с классными улучшениями. Может быть, не очень классными, но есть шанс, что необычный какой-то предмет с необычными улучшениями. И, соответственно, в комбинации это будет очень круто, если вы в команде играете и никто там без вас сундуки не вскрывает, а вы такой сундучный мастер, то, наверное, это будет круто, потому что вы дадите команде, грубо говоря, до четырёх дополнительных. Если сундуков там четыре или сколько там сундуков на карте, да, вы даёте восемь предметов с улучшениями. Это могут быть аптечки классные, может быть карта какая-то или ключ там с различного рода улучшениями, позволяющими видеть ауры тиммейтов или мана. Ну вот, то есть, грубо говоря, если вы играете в команде и вы, например, берёте, вы один берёте эти навыки, это будет очень круто, вы поможете команде различными дополнительными предметами, пока они там где-то вводят мана. Так что, если вы играете в одиночку, ну, такое себе, то есть, в принципе, как вариант, можно, конечно, поиграть с такими навыками, вы будете получать какие-то дополнительно интересные предметы и таким образом тоже, в общем-то, помогать команде, либо помогать себе, может быть, вам ключ там попадётся, как в конце игры, чтобы там открыть лючок, который ман уже закрыл. Вот. Ну, а на этом, пожалуй, всё. Такие вот навыки на этой неделе в Храме Тайм, на мой взгляд, один из самых интересных навыков, это, ну, собственно, Чуткий Слух и Туз в Рукаве. Два даже не один, а два навыка, потому что, ну, Чуткий Слух — это платный ман, соответственно, навык можно открыть для всех манов, чтобы он у вас был, а Туз в Рукаве просто довольно-таки прикольный навык, который можно время от времени использовать и тем самым получать какие-то интересные предметы, извлекать из сундуков, либо даже по два предмета из каждого сундука и помогать команде, тем самым доставая какие-нибудь полезные предметы. Ясновиднее. Такое себе. Колыбельные охотницы. Классный навык. Ну, в определённых ситуациях очень классный навык, но он прокачивается, то есть охотница есть у всех, поэтому покупать его не стоит. Ясновиднее покупать, на мой взгляд, тоже не стоит. Если у вас есть какие-то архивы, которые надо закрыть, и не хватает этого навыка, а у вас нет Микоэллы, тогда, ну, да, можно, конечно, купить. В противном случае покупать его не стоит. Ну, это, опять-таки, моё мнение. Пишите в комментариях вообще, с какими навыками вы играете. Если вы играете с каким-то из этих навыков, в какой связке вы используете тот или иной навык, и почему вы считаете это классным. Ну, а на этом, пожалуй, всё. Всем спасибо за просмотр, и до следующих видео. Всем пока!